Здравствуйте, я Финди Федай Дилмудович, кардиохирург. Работаем мы в клинике Medion Innovation, занимаемся сердечно-сосудистой патологией. Это Владимир Анатольевич, наш анестезиолог. Здравствуйте, меня зовут Шмырев Владимир Анатольевич, я врач, анестезиолог и реаниматолог, кандидат медицинских наук. С недавних пор мне посчастливилось примкнуть к рядам сердечно-сосудистой команды в клинике Medion Innovation. Многие пациенты считают, что кардиохирург это тот человек, который им поможет и старается найти именно именитого профессионального человека в этой области. И такие пациенты считают, что кардиохирург, которому они доверились, это гарант результата эффективного, безопасного лечения. Но мало кто знает, что за вот этой вершиной азберга кардиохирурга стоит целая команда и одно из важных звеньев в команде кардиоанестезиолог. Это непростая профессия. Я бы хотел, чтобы Владимир Анатольевич рассказал немного о особенностях этой работы. Думаю, не ошибусь, если скажу, что даже не все знают такую специальность, как анестезиолог-реаниматолог. И даже те, кто слышали когда-то об этой специальности, думают, что это доктор, который дает наркоз или просто заставляет пациента спать. И все. Ну, это не совсем так, а для кардиохирургии это совсем не так. На самом деле, врач-анестезиолог для кардиохирургического пациента, он начинает работать с пациентом не во время операции, а, наверное, даже задолго до. Как только хирург принимает решение о том, что пациент подходит для операции, он еще ничего не решил. Он просто понимает, что пациент подходит для кардиохирургической операции. Следующим этапом идет обязательная консультация с анестезиологом, потому что все-таки кардиохирургическая патология, она очень тяжелая. Пациенты эти очень ослаблены. И для того, чтобы пациента не просто соперировать, а провести его через всю операцию, послеоперационный период, требуется большое количество усилий. Поэтому еще на этапе до операции совместно с анестезиологом, с хирургом, с лечащими докторами принимается окончательное решение. Да, мы оперируем, беремся за этого пациента или нет. Следующий этап, ну, соответственно, это госпитализация пациента и осмотр его окончательный в отделении. Следующим этапом анестезиолог встречается с пациентом уже непосредственно в операционной. Если говорить об операциях другого профиля, то там, пожалуй, я соглашусь с тем, что функция анестезиолога обеспечивается адекватной анестезией или обезболиванием. При кардиохирургических операциях основная задача анестезиолога все-таки сохранить, в первую очередь, жизнь пациентов, поддерживать стабильную гемодинамику, несмотря на то, что сердце не всегда готово и хочет это делать. И только в третью очередь уже обезболивание и адекватная анестезия пациента. Вот, например, операции хронической тромбоэмолии легочной артерии, которые в России внедряли долгое время в нашем центре. С нашим участием я бы хотел тоже, чтобы вы немного рассказали об этом, то есть как это тяжело в плане анестезиологии, потому что хирург, его задача, по сути, почистить сосуд, удалив все образования. Но что потом происходит с организмом и в каком состоянии до этой операции организм? Это уже большая проблема, и анестезиолог должен заранее знать. Если говорить об анестезиологии, то здесь приблизительно схожий, может быть, подход. Если не относиться серьезно к пациенту, то ввести лекарства и усыпить пациента – это несложно. Результат – как получится. Есть, к сожалению, такие специалисты сегодня, но и результата ожидать от этого не стоит. А все-таки, если анестезиологу не безразлична судьба пациента, а заранее, еще на этапе знакомства с пациентом, будут выбраны наиболее оптимальные препараты, которые ему подойдут, будут наиболее эффективны и с минимальным количеством осложнений именно для каждого пациента. То есть элементы персонифицированной медицины, в общем, и даже персонифицированной анестезии. Когда мы говорим об общей анестезиологии, очень часто для хорошего анестезиолога требуется знание фармакологии, фармакодинамики, то есть знать, какие препараты вводятся и какой эффект на пациента ожидается. Этого вполне достаточно. Для кардиоанестезиолога багаж таких знаний просто неприменим. Нельзя так мало думать о пациенте. На самом деле для кардиоанестезиолога очень важно четкое понимание физиологии, патофизиологии сердечно-сосудистой системы. Что происходит, как течет кровь, как работает сердце пациента до операции, то есть на том этапе, когда он пришел, обратился за помощью. Как течет и работает его сердце после введения каждого препарата во время операции, будь это ингаляционный анестетик, будь это препарат для расслабления мышц или какой-то кардиоанестезиолог четко понимает, как отреагирует сердце, как отреагируют сосуды, не будет ли введение того или иного препарата опасно для пациента. Еще более сложным является понимание, а как же сердце заработает, как будет кровоток продолжаться после операции. Все-таки сердцу приходится пережить этап искусственного кровообращения, когда оно совсем останавливается. А если мы говорим о хронической тромбоэмболии, легочной гипертензии, сосуды легких чистятся, кровоток по ним увеличивается, это вовсе не значит, что сердцу становится легче. Очень часто сердцу становится даже хуже, если ничего не делать. Поэтому кардиоанестезиолог всегда четко в голове держит каждое введение препарата, как это отразится на пациенте, каждое движение кардиохирурга, как это отразится на сердце и, соответственно, потом после операции. Ну и каждые свои манипуляции, искусственная вентиляция легких, центральные венозные катетеры, все это также тем или иным образом влияет на состояние пациента, как кардиохирургического пациента, как во время операции, так и после операции. В нашей практике, ну и не только практике, в нашей профессии, очень важный момент – это рекомендации, международные рекомендации, европейские, американские, в которых прописаны основные постулаты, алгоритмы действий. И эти рекомендации, они пишутся для команды, не для одного человека, не для одного специалиста. И название «Хард Тим», оно там везде присутствует. И на высоком уровне, так скажем, применения, то есть рекомендуется всегда командой все обсуждать. И несмотря на то, что хирург может быть, допустим, профессиональным, высокого уровня, но у него нет хорошей команды, он, согласно этим рекомендациям, не должен выполнять операции, под которые у него нет должного уровня подготовленной команды. Что по этому поводу вы думаете? Абсолютно с вами согласен, Владимир Мудович. Если взять рекомендации, они никогда не бывают рекомендации по хирургии или рекомендации по анестезиологии. Всегда идут клинические рекомендации по ведению пациента. И там рассматриваются абсолютно все этапы. От формирования и принципов работы сердечной команды до обследования пациента, диагностики, показаний к операции, противопоказаний к анестезии, о правилах ведения. То есть рекомендации как раз косвенно и прямым методом говорят нам о том, что это комплексная, кардиохирургический пациент – это комплексная проблема, и решаться она может и должна только комплексно. К сожалению, один кардиохирург не способен победить пациента, как бы это ни звучало. Да. Поэтому в нашей клинике мы придерживаемся такого подхода. То есть у нас всегда любой пациент, он обсуждается командой. Если кто-то из членов команды выражает мнение, что этого пациента опасно оперировать, или, например, у него еще нет показаний для операции, то мы стараемся донести это до пациента. И чтобы он уже, придя в какую-то другую клинику, не получил опасное для него вмешательство. И в первую очередь мы работаем в интересах пациента. Потому что это самое главное. И философия нашей команды заключается в том, чтобы не вредить в любом случае. Пытаясь помочь, мы не должны вредить этим пациентам. Мы сегодня много уделили вниманию работы кардиохирурга, о менее важном анестезиологе. Но когда мы говорили о сердечной команде, хочу просто добавить, что это не два человека, и даже не три человека. При даже самой стандартной кардиохирургической операции в операционной находятся не менее 10 человек. Это врачи, это средний медперсонал, младший медперсонал. Не потому, что у нас много персонала, а потому, что этого требует пациент в первую очередь. Все-таки безопасность пациента и удовлетворенность пациента от операции – это для нас на первом месте. Дорогие пациенты, нам, нашей команде, очень важно подарить возможность прожить долгую и счастливую жизнь. Редактор субтитров А.Семкин